МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Официальное заявление. Послы Армении в зарубежных странах посетят Орца. Памятник музея Девичьей крепости в Берташене восстанавливается. Анкара не исключила покупки Су-35 и Су-57 вместо Ф-35. Комитет Палаты представителей призвал Трампа ввести санкции в отношении Турции. В Арктике открыли пять новых островов. В Себастье обнаружены останки пшеницы возрастом нескольких миллионов лет. Недавно в обращении вышло ограниченное издание 24 июля 2019 года под названием «Открытое письмо директору ЮНЕСКО Одри Азулай». Это обращение является еще одним искушением, искажающее турецко-азербайджанскую политику антиармянской пропаганды с глупой тенденцией незаконного установления границы между Арцахом и Азербайджаном. И что хуже всего, это совершают предатели армянского происхождения, которые уже перешли все границы своими антиармянскими делами. Юлия Микаэлян, самопровозглашенная министр культуры Западной Армении, работающая с порочной и коварной группой Прошабазян Тер-Сарксян против Западной Армении своим так называемым «открытым письмом» и «близорукостью». Говоря об уничтожении армянских памятников в Азербайджане, она незаконно пытается установить границу между Арцахской республикой и Азербайджаном в качестве акта реализации от имени правительства Западной Армении. В то время как Республика Западной Армении с официальным заявлением ее президента Арменака Абрамяна и премьер-министра Гарника Сарксяна неоднократно подчеркивала, что граница между Арцахской республикой и Азербайджаном будет определяться на основе статьи 92 Сербского мирного договора. Не только ложь, но веревки предательства коротки. Это самопровозглашенная предательская и жестокая антиармянская группа, которая почти два года выступает в качестве правительства Западной Армении и сегодня попадает в свою собственную ловушку, опубликовав документ, который в корне противоречит Западной Армении и ее государственному строю и особенно Сербскому договору. Когда предатель свободно льет яд направо и налево, нанося глубокий вред нации и не несет ответственности, настанет день, когда он умышленно или невольно станет пособником врага. У каждого предателя печальный конец, даже своими руками. Чтобы полностью предотвратить подобные акты, заговоры правительства Западной Армении заявляют следующее. Первое. Республика Западной Армении вновь подтверждает свою национальную, принципиальную, правовую и политическую позицию о границе между республикарцах и Азербайджаном, основываясь исключительно на статье 92 Севского договора. 2. Любая сторона, которая незаконно использует полномочия государства Западной Армении, подлежит соответствующей ответственности. Все те, кто связан с таким преступниками, которые незаконно злоупотребляют власть у государства Западной Армении, также будут привлечены к ответственности. Гарник Саркисян, премьер-министр Западной Армении. Глава Министерства иностранных дел Армении Зограба Насаканян вкратце ознакомил депутатов национального собрания с результатами проходящей встречи послов и глав дипломатических представительств страны. Выступая в парламенте, министр отметил, что ежегодная встреча на этот раз проходит в новом формате и первая после свершившейся в республике бархатной революции. Встреча дает возможность уточнить цели, приоритеты, принципы внешней политики и наиболее эффективные пути ее реализации. Министр проинформировал, что в работе форума и обсуждениях участвовали члены правительства, и это существенно способствовало уточнению приоритетов. Это важное для нас мероприятие с точки зрения укрепления координации ведомств, отметил глава МИД, добавив, что осознание цивилизационных и историко-культурных ценностей дает исключительную возможность для строительства отношений на прочных основах. Форум проходит под лозунгом «Ценности на практике», «Дели», «Дипломатия Армении в меняющемся мире». Памятник музея «Девичья крепость» в селе Берташен Мартунинского района восстанавливается. Об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» рассказал член Совета попечителей благотворительного фонда Берташена архитектор Севак Асрян. По его словам, в трехэтажном здании высотой около 30 метров, посвященном памяти арцахцев, погибших в Великой Отечественной войне, также имеется музей, где хранится большая коллекция артефактов, найденных при раскопках возле крепости и древних поселениях около нее. Дорога, ведущая к мемориалу, труднодоступна. Она также должна быть восстановлена. Предусматривается строительство парковок, общественных туалетов в этом районе, а также установка смотровых площадок, отметил Асрян. Президент Турции Раджептайп Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских Ф-35, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ. Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и возможностью их покупки. Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турции российских С-400. В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57. Су-57 – новейший российский истребитель пятого поколения. Накануне машину, впервые представленную на статистической экспозиции МАКС, отсмотрели Владимир Путин и его турецкий коллега Раджептай Пардоган. Члены Комитета Палаты представителей по иностранным делам настаивают на введении санкций в отношении Турции в связи с покупкой российских систем С-400. Президент Трамп, вы должны наказать Турцию за покупку системы ПВО С-400. Как того требует закон США? Интересы Турции наилучшим образом удовлетворяют партнерские отношения с США, а не Кремлем, написано в аккаунте Комитета в Твиттере. Гидрографическая группа, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге земля Франца-Йосифа, подтвердила открытие пяти островов в регионе. Они находятся в бухте Визе на западном Карском морском побережье острова Северной Новой Земли в районе ледника Вылки. Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров, говорится в сообщении СФ, поступившем в Интерфакс во вторник. На открытых островах проведена типографическая съемка, они подробно описаны и сфортографированы. Отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Как отмечается, в этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы Северного флота в ходе экспедиции 2015-2016 года. Они спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником. Останки пшеницы, обнаруженные пастухом в регионе Догасар, в Себастье и Западной Армении, предположительно насчитывают около нескольких миллионов лет. Крестинин, найденную окаменелость, передал учителю истории, исследователю и писателю Фикри Караману, который много лет изучал окаменелости. Караман обнаружил, что интересный камень – это окаменелость пшеницы. Он отметил, «Я впервые сталкиваюсь с таким ископаемым. Теперь у меня есть останки десятков тысяч пшениц, чечевицы и тому подобного. Я не знаю, им сто тысяч или миллион лет, пусть ученые сами решат. Найденные окаменелости могут изменить уже известную историю Западной Армении, и после исследования станет известно, сколько лет назад эти растения были выращены здесь или росли в диких условиях. Ранее мы сообщили, что в этом же районе были обнаружены останки морских животных». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Еск Санэй Кугай Комитас. Санэй Кугай Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.